Россия должна создавать собственные передовые технологии во всех основных направлениях и отраслях. Такую амбициозную задачу перед научным сообществом поставил Владимир Путин, подчеркнув, что это один из главных факторов национальной безопасности. Как обеспечить технологический прорыв, сегодня обсудили на Совете по науке. Как было сказано, менять подходы придется во всем. И в подготовке специалистов, и в плане кооперации ученых и бизнеса, чтобы перспективные разработки внедрялись как можно быстрее. Дмитрий Рунков с подробностями. Стратегия развития науки должна быть приравнена к стратегии национальной безопасности. С этим заявлением Владимир Путин сегодня обратился к ведущим ученым страны на Совете по науке и образованию. В Кремле обсуждалась концепция документа, который определит, какими будут инновации через несколько десятилетий. Сейчас в авангарде отечественной науки всего полторы сотни центров и институтов именно их разработки. Это 70% всех патентов, выданных в стране, и 80% высоко цитируемых работ. В поддержке сильных исследовательских коллективов руководство страны видит будущее. Полторы сотни, 150, это лишь 10% всех государственных, образовательных и научных организаций. Конечно, возникает вопрос, а где остальные-то, как там обстоят дела, как они работают. По поводу поддержки только успешных центров. Конечно, это звучит так рисковато. Но чего нельзя делать? Нельзя поддерживать бесперспективные центры. Вот чего нельзя делать. Понимаете? Значит, это всё равно, что в экономике поддерживать предприятия, вечно субсидировать предприятия, которые обречены на то, чтобы быть закрытыми. Лучше их своевременно закрыть, эти предприятия, решая социальные проблемы коллектива. То же самое, думаю, здесь. За последние годы финансирование науки в стране выросло в 4 раза. В результате российские институты в 2014-м занимали 5-е место в мире по объёму бюджетной поддержки. Но сопоставимого практического результата это пока не даёт. За 15 лет число отечественных научных публикаций выросло на 12%, в то время как в Китае в 10 раз. Начатая 2 года назад реформа РАН, как раз призвана стимулировать новые разработки. Глава Академии Владимир Фортов сегодня обратился к президенту с вопросом ненаучного познания, а вполне материальным. Он попросил продлить мораторий на операции с имуществом РАН. Месяц назад мораторий кончился. И сразу же выстроилась толпа охотиков до чужого имущества и чужих научных результатов. С трудом сдерживаем этот нацист. И просим продлить мораторий ещё на один год до конца трёхлетней реформы, которая записана и спланирована с цифрами именно на 3 года. Ведь мы мораторий вводили для того, чтобы у науки ничего не растащили. Но не для того, чтобы мы, опираясь на решение по мораторию, ничего не делали. Поэтому, если Академия наук считает целесообразным дальше эту мораторию продлить, я его продлю. Но только у меня просьба ко всем участникам этого процесса исхожу из того, что общими силами всё-таки будут предприниматься шаги, направленные на достижение цели реформ, о которых мы и говорили. Обновлённая отечественная наука, согласно концепции стратегии развития, должна уже сегодня заглянуть на десятилетия вперёд. Необходимо определить основные направления, в которых страна могла бы конкурировать на мировом рынке знаний. Специалистов в отраслях необходимо готовить уже сейчас. Руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил президенту сформировать перечень организаций, которые будут лидерами в своих направлениях. Значимость управления мыслью он подчеркнул цитатой из Пастернака о Ленине. Он управлял течением мыслей только по тому стране. Вот у нас вопрос заключает в том, мы должны найти организации, которые должны управлять течением мыслей в конкретных направлениях. Управлять течением мыслей – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так, сама идея по себе – правильно. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там. Надо подумать, что какая мысль. В стране, по общему мнению ученых, необходимо создать собственные критерии оценки в области знаний, предложенные за рубежом, не всегда эффективны. Так ректор МГУ Виктор Садович и отметил, в одних рейтингах его вуз задвигают в конец списка, в других, к примеру, по числу выпускников, приглашенных в ведущие компании, МГУ обходит лидеров. Он сказал, что нужно создать рейтинг, где был бы гамбургский счет. То есть объективно подсчитывать, кто чего достоин. Тогда это и популяризация нашего образования и нашей науки. По поводу критериев оценки. Конечно, их нужно совершенствовать. Здесь я не могу с Виктором Точном согласиться. И у нас есть свои, наверное. Ну так вы их доработайте тогда. Где они? Ну давайте выработайте. Мы только, пока у нас не будет своего критерия, мы вынуждены будем руководствоваться тем, что есть, тем, что нам предлагают. Ну и вечно будем жаловаться на то, что это нам не подходит. Это же неправильно. Давайте сделаем свой. Ну критерии-то давайте выработаем, которые могли бы оценить вашу работу, работу ваших коллективов. Окончательная редакция стратегии научно-технологического развития появится к осени. Но, как сейчас отмечают сами ученые, настоящая работа над инновациями в области знаний начнется уже после утверждения документа. Дмитрий Рунков, Первый канал.